друзья приветствую вас слава господу что наш бог очень удивительный и он не просто нам рассказывает теорию какую-то показать какие-то слова просто идеи какие-то но бог наш учит нас и на практике и очень точно и ясно безошибочно показываем что нам делать и вот знаете хотел поделиться небольшим опытом а точнее опытом моих друзей мои братьев которые приезжали к нам гости на днях и перед тем как брат поделится своим видим как это произошло что было как своим ощущением своим выводами определенными хотел бы немножко поделиться вкратце предыстории как бог интересно усмотрел дело в том что во первых я твердо верю в то что ноябрь месяц это ключевой месяц который будет более серьезным и переломным в событиях и в начале тех событий которые будут двигаться дальше чем март двадцатого года когда нам помните объявили эту самую историю всемирного масштаба и так далее так вот знаете с братьями как раз общались на эти темы были поняты и прямые вопросы прямые ответы мы изучали слова божие изучали и дух пророчества смотрели сравнивали сопоставляли что было более понятно но переходя к технике вопрос интересно что мы в том числе затрагивали не просто духовные аспекты но и процессы практического приготовления как жить можно по-другому как иметь другой опыт мысли там и так далее и вот знаете интересно у нас есть система альтернативное энергоснабжение есть свой колодец есть закупленное оборудование для дополнительной скважины будет необходимость просто пока еще не сделали силу нехватки времени очень много дел задач и вы знаете интересно сейчас данный момент как раз таки мы к зиме готовим система автономного энергоснабжения находится на ревизии там в частности батареи сейчас приводим то есть обслуживаем так чтобы она была в более лучшем состоянии рабочем техническом и система снабжения тоже пока отключена автоном то есть мы питаемся водой пока судопровода с внешнего и вот интересно что именно в этот момент господь допустил нам отключение электричества причем когда мы в среду вечером 30 числа октября мы имели общение были в бане все хорошо не и что как говорится не подвещало беду но интересно именно в ночь 30 31 произошла неожиданно то есть обычно мчс предупреждать какие-то на эти моменты там что вот усиление ветра может быть еще какие-то а здесь не было никаких смс ничего все было тихо гладко и ничего не причая беду именно в ночь произошло сильная такая найти как ну буря не буря какая-то но какие-то события которые привели к отключению 30 причем я когда на следующий день дозвонился до своего знакомого который является оператором в котельной он сказал что именно перед полуночью поднялся очень сильный ветер и начались такие процессы и причем энергетики пытались устранить эти неполадки почти всю ночь и электричество нам дали только к обеду следующего дня то есть 31 числа так вот интересно что то есть и площадь во первых охвата была очень большая то есть и в районе было отключено и и в самом городе большом более отключение энергии в городе чуть быстрее починили там там меньше деревьев каких-то падает там проще найти а здесь все-таки где в области и территории больше найти где кита обрыва и так далее какой я еще вижу интересный момент то что 31 число как известно это день темных сил сегодня это день когда праздник сатанинский под названием хэллоуин и так далее и в ночь именно на этот праздник пришли у нас эти события почему я думаю что именно этот день выбран для этих сил и потому что именно 31 октября 1517 года лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов на двери церкви виттенберге и началась более мощная более конкретной информации и враг любит символику любит показывать какие-то моменты и поэтому здесь знаете не случайно даже здесь это день последний в том как мы жили скажем так до этого времени и повторюсь ноябрь месяц будет более концентрированный по событиям по моментам по значимости этих событий об этом более подробно будет изложено буквально ближайший день 2 продолжение панорамы финальных событий в разделе касательно воскресного закона кому интересно приходить туда в эту часть но смысл чем то есть здесь найти очень важный символика в том что господь показывает что как в частности братья мы исследовали этот вопрос что события будут как ошеломляющая неожиданность то есть ничего не предвещает все вроде нормально все хорошо все в процессе но разом случается событие которое полностью переворачивает нашу жизнь наш ход истории каких-то моментов и господь подсказывает нам какие-то моменты но мы можем их проигнорировать и вот дальше наш брат поделится своим опытом своим видим со своего ракурса своими мыслями ощущениями и самым выводами которые он увидел понял и для себя принял определенные какие-то мысли на заметку слава богу за то что господь наш показывает не просто в словах не просто даже где-то в теории а в реальной практике повторюсь как это работает слава богу за это меня зовут александр я живу вместе со своей семьей со своей женой и сыном в городе мурманске мурманск это самый густонаселенный город в мире который находится за полярным кругом численность населения небольшая под 300 тысяч но тем не менее это типичный город пяти девятиэтажные многоквартирные дома я сам живу на шестом этаже девятиэтажки и однажды сыном это зимой мы как-то размышляли когда нам отключили воду неожиданно отключили воду мы не были подготовлены к этому то есть когда-то жил предупреждает объявление пишет наберешь водички готовишься тот раз как-то неожиданно аварийная ситуация вроде бы сложилась и вырубили воду на полдня и горячую холодно и немножко было напряжно сразу стали думать где брать воду где что и с сыном размышляя ему говорю вот представьтесь электричество еще не будет сколько мы вообще вот сможем протянуть пока мы не завоем но день-два не больше потом воду дали все наладилось как-то мы забыли эту ситуацию все нормально летом мой сын познакомился с тимуром с его сыном артемом в христианском лагере он был и у нас появилась возможность в октябре месяце пару дней провести пару ночей три дня провести у тимура дома у его семьи в гостях и сын с радостью поехал ну и я тоже думаю что раз сын хочет и я хочу и мы приехали к тимуру живет в 30 минут а где-то от города твери при этом место такое что место достаточно тихо и спокойно и вот мы приехали из этой городской суеты и я сразу почувствовал на себе как просто не знаю из-за чего нет знаю из-за чего воздух то что видят глаза сама обстановка мы приехали рано утром успели на утреннюю молитву на пение псалма были погружены сразу же вот в эту атмосферу спокойствие упование на бога хождение по слову божьему вечером мы просто вырубились в девять часов вечера 9 полдесятого без задних ног сразу же сон пришел обычно дома у меня нет бессонницы засыпаю хорошо но укладываю себя спать в 12 где-то ночью в час ночи а здесь прямо все было так спокойно и так хорошо на следующий день это была среда полдня мы потрудились с лопатами от этого труда у человека который работает за компьютером у меня конкретно заломила плечи спина в общем недолго я совсем могу работать лопатой тяжело с непривычки было цель вообще приезда к тимуру было посмотреть вот как он человек проповедующий проповедующий необходимость жить для за городом для того чтобы лучше слышать голос бога как он сам проповеду это как он живет как организоваться будет как он живет вот по этому слову которая проповедует и важный наверное духовный вопрос который хотелось задать после прослушивания его проповеди а как бог позволит сформироваться образу зверя и том числе быть издан воскресному закону если невеста еще не за не готова то есть содержит ли его проповеди именно вот силу для приготовления к скорому пришествии иисуса христа но самое главное не к скорому пришествии иисуса христа а грядущим событием вот этой надвигающейся бури то есть это ли должно приготовить то его слово пробудитесь близко пришествия это ли слово должно вот сформировать вот эту веру и укрепить веру ну вот с таким вопросом я и поехал самое интересное случилось в четверг 31 октября 30 октября в среду мы попарились хорошо я так заметил телефон разрядился практически там 20 чем-то процентов я думаю поставлю я утром его на зарядку потому что не хочется сейчас уже суетиться утром за час быстрой зарядкой все зарядится поставил будильник и когда он меня разбудил будильник около 7 часов утра я встал смотрю там уже красненькая загорелась меньше 20 процентов пошел включать зарядку нет зарядки вышел в коридор там уже поют братья и сестры псалмы артем музицирует на фортепиано поют и темнота везде вокруг я сначала не урубился дошел до туалета воды не а воды нет потому что насос не работает и тут на меня до меня начинает доходить оказывается электричество нет ну думаю тогда ладно как то там моюсь вода там капала чуть-чуть из протру глаза пойду позвоню жене или отправлю смс-ку а сеть не работает сеть недоступна потому что из-за отсутствия электричества вырубились вышки сотовой связи так представляете все разом туалет нормально не сходить не умыться по телефону не позвонить телефон у меня разряжается мне нужен фонарик в общем такая сразу хопа небольшая паника ну понятно что в доме там все есть и скоро электричество не дадут но электричество не дают час-два мы уже начали за это время решать как помыться нужно чуть-чуть наколоть дрова заложить в баню в дробяной на бане нагреть воду и такие вопросы начали разжигать дрова смешно так было но открыли печку там зола высыпалась я весь испачкался дрова поджигали наверное за три они не зажигались но просто с непривычки с утра вот это какая-то вот суета сразу напала получается и это не могу сделать и это не могу и это не могу я как почувствовал себя вот тем ребенком в деревне которому нужен отец чтобы за мной все поухаживал сказал мне сделай это сделай сделай то но я же так не могу жить мне же уже 46 лет я же уже не ребенок я сам взрослый я уже должен вот в такой ситуации быть спокойным действовать спокойно шаг за шагом и обеспечить себя сына мы вдвоем сыном были а так свою жену значит всем необходимым и я в этот момент понял что а по маленький зачет или маленький ну экзамен не назвать маленький зачет после того как мы два дня размышляли о грядущей грядущем блокауте о грядущих природных катаклизмах у грядущих резких изменениях в финансовой системе связанной с полным ограничением невозможностью купить или продать для определенной категории людей то есть если к тому же отсутствие к отсутствию электричества добавится еще пару факторов которые давлеют и я подумал а за сколько времени сколько времени понадобится мне чтобы сломиться и и принять то решение или сделать те действия которые от меня будут ожидаться вот в этой критической ситуации в общем зачетов по всем фронтам провален ник не накануне не услышал тихий голос бога заряди полностью телефон хотя бы на фонарик тогда обработал бесперебойно чуть подольше ну и в принципе я не готов к такой ситуации ну немножко небольшой страх конечно был когда начала вывод делать о том вообще возможно ли такое может ли господь меня приготовить я об этом сказал тимуру прямо говорю я полностью не готов тимур говорит ну чё ты сразу сдался артем поддержал говорит ну вот ты уже хотя бы первый шаг сделал осознал что ты полностью не готов теперь нужно просить господа чтобы он помог сделать очередные шаги или указал четкий план действий о том как сделать эти шаги чтобы вот этим событием которые предшествует формирование образа зверя и принятию воскресного закона сначала национального воскресного закона в сша чтобы в преддверии этих событий которые будут менять мою мое настроение и мое желание свободы на готовность все принять что мне скажут лишь бы у меня было электричество вода и свет то есть как теперь господь сможет меня в этих событиях подготовить короче задача непростая у господа стоит но вы представили меня типичного городского жителя попавшего в этот стресс так что интересно как господь поведет дальше в общем этот зачет маленький был провален показал полную неготовность и то что наверное за день два можно будет в принципе меня подвести к любому решению а я не хочу так я не хочу ту свободу которую даровал мне иисус христос променять на эти земные блага поэтому теперь интересное время началось и продолжается вот этих вопросов господу желание получить ответ так что спасибо огромное брат тимур артем во вся семья все кто приняли нас с моим сыном чудесное время самое главное господь позаботился даже о таком маленьком практическом зачете пожалуйста я вам все вырублю электричество миниатюре покажу что может быть так что будьте внимательны к призыву господа приготовиться и вот этот а теперь ответ на вот этот вопрос который я получил ну непосредственно тимура я в принципе к этому но и шел и понимал что вот эта весть скором пришествии иисуса христа надвигающейся бури о тех нескольких направлениях по которым будет осуществляться давление на всех людей на этой земле особенно на верующих не эта весть является силой иисус христос но эта весть этот призыв заставляет пробудиться перестать быть в этой дремоте и спячки чтобы обратиться к евангелию иисуса которая действительно является вот этим динамитом благая весть является вот этой силой божий динамитом которая является и средством и самим спасением пусть господь благословит вас дорогие слушатели спасибо господу за это время за этот зачет за этот опыт за этот наглядный пример бог очень просто ясно на наглядных примерах демонстрирует как будут развиваться события в мире и какое мое состояние еще один интересный опыт произошел в твери когда мы садились на поезд мы должны были сесть на проходящий поезд он стоит всего одну минуту мы прошли по подземному переходу вышли на платформу к вокзалу и выходим мы где-то в районе второго третьего вагона с головы прибывающего поезда а я думаю а где наш вагон а у нас билетах второй вагон в первом вагоне едут наши братья и сестры из питера мы садимся в твери двигаемся в сторону липецка простик наш брат который едет с нами должен сесть твери показывает нам смс-ку что первый вагон в котором едут все наши братья и сестры он находится в хвосте поезда при этом тимур провожающий нас говорит мне я слышал объявление и сказали что нумерация вагонов с головы поезда то есть наш второй вагон должен быть в голове я тогда звоню пастору который находится внутри поезда едет первым вагоне и спрашиваю у него у вас вагон ваш первый он находится в голове или хвосте поезда и сразу говорит четко находится первый вагон хвосте поезда я говорю тимуру надо срочно двигаться в сторону хвоста поезда мы стоим в голове где-то у 2-3 вагона тем более что поступил смс-ка из поезда из первого вагона, тем более позвонил в первый вагон, нам подтвердили, что они в хвосте поезда. Значит наш второй вагон за первым, который он тоже в хвосте. Тимур говорит, объявление было, что нумерация вагона все-таки с головы поезда. Ну ладно, показываются огни электровоза, и я начинаю двигаться туда, к центру платформы, чтобы быть ближе к хвосту поезда. Тимур говорит, не торопись, придется долго бежать, возвращаться обратно. И вот пролетает электровоз и в голове первого вагона. Оказывается, Тимур был прав, он услышал правильное объявление, а те, кто были в поезде, внутри поезда, два раза сообщили нам неверную информацию. Они сказали, что первый вагон в хвосте, а он оказался в голове поезда. Удивительный опыт. Оказывается, те, кто едут внутри состава, те, кто движутся в этом поезде, могут определять свое местоположение с абсолютно стопроцентной неправильностью, или на 100% ошибаться о том, где они, в конце или в начале. И поэтому нужен внешний какой-то источник, который скажет, смотрите вот туда. Это был, конечно, колоссальный опыт. Выйти из своей проблемы, взглянуть снаружи и принять решение. Так что удивительный Господь чудный показал также, что нам нужно вот это слово, которое обличит, внешний покажет и укажет, где мы находимся, чтобы дать верное направление, верный указатель. Мы успели на поезд, слава Богу, но запыхались, я долго кашлял. Ну, в общем, это чудесный, тоже чудный опыт и иллюстрация, красивая, очень красивая. И у меня получается такой вывод. Мы все думали, ну, я думал, те, кто ехали в поезде, думали, что они в первом вагоне, но с хвоста поезда. А получается, они оказались в первом вагоне с головы поезда. Для меня это иллюстрация того, что мы еще где-то в хвосте поезда, еще подкатываемся только к событиям, текущим, грядущим событиям, ознаменующим пришествие Иисуса Христа. А фактически все едут уже в первом вагоне, и мы там должны быть в голове. Вот такая мысль еще появилась у меня. А так, слава Богу, слава Богу.